К другим темам, Омск давно принято считать городом без парковок. От количества автомобилей дворы и обочины дорог в буквальном смысле трещат по швам. Проблема характерна для большинства крупных городов страны. Эксперты уверяют, освободить центральную магистраль от транспорта и разгрузить город от пробок помогут платные парковки. Программы по их организации разрабатывают не первый год, но конкретных результатов пока не видно. Как сибиряки решают проблему, расскажут мои коллеги. В Омске есть 172 официальных парковки на 6000 автомобилей. Машин примерно в 50 раз больше. Многие, чтобы не забивать правый ряд и не тесниться во дворах, готовы платить за стоянку. Первые платные парковки в Омске должны были появиться еще в прошлом году, пока на 7000 мест. Строить хотели по концессии, то есть за счет бизнесменов, которые через 10 лет отдают участки мэрии. На сегодняшний момент 2000 парковочных мест уже реализовано. Это именно по концессии. Это магазины какие-то отдаленные части. Там Мамурский поселок, Московка. Кировский округа. Эти люди, кроме того, что сделали благоустройство этих парковок, еще и взяли на обслуживание данные участки, чтобы обеспечить подъезды, грубо говоря, к своим магазинам. И обеспечить больше возможностей пропуска транспорта на данном участке. Уже даже установили тарифы и режим работы с 8 до 20 часов. Оплата 30 рублей за час. Проект предполагает установку паркоматов, которые будут фотографировать номера машин. Если автовладелец уедет, не оплатив стоянку, ему все равно придет счет. На оборудование требуется около 140 миллионов рублей. Бизнесы рад бы вложиться в проект, но чиновники почему-то тормозят инициативу. Я сделал предварительный проект, обратился в департамент имущественных отношений, чтобы мне дали землю в аренду. Я предложил бизнес-план, был разработан. Соответственно, так как нет у нас закона о платной парковке, мне в этом отказывали. Много раз я подавал прошения раз в 5 или 6. В деле организации парковочных мест ОМСК ориентируется на опыт Москвы, Красноярска и Екатеринбурга. Чуть дальше по этому пути прошли в Новосибирске. Там уже закрыли бесплатную парковку у железнодорожного вокзала. Всех желающих поставить автомобиль разворачивает регулировщик. Куда теперь ехать не объясняет. Я не знаю, честное слово. Вот смотрите, должна быть бесплатная парковка. Сказали, что платная. Видите, еще и платной нет. Я правда и за деньги, но вот никак. Рабочие должны справиться за неделю. Тариф городские власти обещают умеренный. 20 рублей в час. Станет невыгодно оставлять машины на ночь. А для встречающих и провожающих это не деньги. В Томске за нарушение правил парковки с начала года штрафовали уже 2500 водителей. Улицы города забивают брошенные автомобили. Эвакуаторов не хватает. Платные парковки здесь планируют начать строить только через несколько месяцев. Инвесторы это предполагается. Либо это будет с города Белгорода, городские парковки, либо это с Москвы. В качестве пилотного проекта мы рассматриваем возможность организации платных парковочных мест в количестве 30 штук на переулке Спортивном, вблизи административного здания мэрии. В Кемерове такой проект разработали еще в 2014 году. Предполагалось, что платные парковки будут вдоль основных магистралей. Но пока планировали, открылось много торговых центров с бесплатными стоянками. В итоге от идеи взимать с водителей деньги просто отказались. Александр Уяткин, Алексей Попов, Светлана Шуваева, Алина Штарк. Новости здесь Омск.